Сегодня мы поговорим о мыслителе, который один из первых предпринял попытку соединить, с одной стороны, нравственный идеал христианства и, с другой стороны, политико-правовой опыт человечества. И, кроме того, он первый разработал вообще такое понятие, как философия, теология и история, и исследовал множество вопросов из области религии и политики, которые актуальны и по сей день. Как человеческая история соотносится с замыслом Бога? Какова природа власти и государства? Должны ли церковь и государство существовать вместе или по отдельности? Эти и многие другие вопросы нашли отражение в творчестве одного из величайших мыслителей Средневековья, да и вообще, наверное, за всю историю западной цивилизации, Абрелия Августина. Его религиозно-политическая концепция сложна, многогранна и по своему влиянию на общественно-политические идеи следующих веков она очень важна. Можно не будет преувеличением сказать, что Абгустин является творцом и создателем той парадигмы мышления, которая определила многие последующие века, в частности, Средневековья. Его социально-политические воззрения дают ключ к пониманию таких вещей, как крестовые походы, как инквизиция, как теократические идеалы римских пап. Но и не только. Но и протестантизм, и католичество нового времени. Во многом мы находим отголоски идей блаженного Абустина, о котором мы сегодня и говорим. И прежде чем переходить, собственно, к религиозно-политическим идеям Абустина, нужно сказать несколько слов о том контексте, о той эпохе, в которой он жив и творил. Это Пятый век. И, безусловно, Пятый век – это одна из важнейших эпох в истории христианской цивилизации. Именно в это время распадается уже окончательно Римская империя. Тысячелетний античный мир со своими богами, со своими идеалами, со своей культурой уходит в лету. И вместе с тем христианская церковь к тому времени представляет собой уже сложившуюся организацию. И именно она сделает шаг вперед в Средние века. Она будет приносить варварским племенам насыщенную, одухотворенную христианством, античную культуру, и она будет закладывать основы новой европейской и западной цивилизации. Вместе с тем в этот век уже достаточно резко и рельефно обозначаются различия между восточным и западным христианством. И во многом эти различия соответствуют разделению Римской империи на восточную и западную. И тем различным образом церковно-государственных отношений, которые складываются одновременно на востоке и на западе. Здесь нужно поразмыслить над тем, что вообще такое церковь в пятом веке, что она собой представляет. Прежде всего, разумеется, с общественной и социальной и политической точки зрения. Что такое церковь? Можно без преувеличения сказать, что церковь в то время – это единственная сила, способная противостоять всем общественным разделениям и связующие с собой распадающиеся империи. В тех условиях непростых, когда со всех сторон, со всех окраин в империю прорываются варварские племена, когда, кроме того, усиливается сепаратизм окраинных провинций, только церковь представляет собой культурное единство греко-латинского мира. И не случайно Амбросий Медиаланский еще в конце 4 века напишет, что «среди волнений мира церковь остается неподвижной. Волны разбиваются о нее, не будучи в состоянии ее пошатнуть. В то время как всюду вокруг нее раздается страшный треск, она одна предлагает всем потерпевшим крушение тихую пристань, где они найдут себе спасение». И здесь возникает очень важная тема, которая будет определять политический контекст этого времени. Это конец Старого Рима и поиски Рима Нового. Единого Рима Рима уже нет, он исчез. И больше нет, следовательно, тех культурных оснований, которые могли бы скрепить распадающуюся империю. Поэтому возникает необходимость найти новый Рим, который бы объединил государство и общество на каких-то новых началах. Этим стремлением, негласно или смутно, или явно, руководствуются многие римские императоры того времени. Диоклетиан, в частности, покидает Рим как резиденцию, но простой переменной резиденции эта задача не решается. Здесь проблема лежит уже не в материале плоскости существования людей и их политических отношений, а в плоскости духовной. Вопрос именно в том, что нет больше того духовного единства, которое когда-то могло обеспечить язычество. Поэтому, поскольку старая языческая идея больше не может противостоять всем центробежным тенденциям, нужно обновить саму идею Рима. И вот это очень хорошо понял уже Константин Великий, который увидел, что империя больше не может спасти себя естественным путем, а значит нужно искать какие-то новые духовные основания. И он обратится к христианской церкви, чтобы с ее помощью скрепить единое государство. И поэтому христианство будет легализовано, станет государственной религией, и именно на новых, на христианских началах будет строиться к Константину новая цивилизация. Все это означает, что к пятому веку у церкви появляется целый ряд важных общественных функций. Еще 100-200 лет назад такое себе просто нельзя было представить. Церковь должна взяться за мирские дела, за дела общественные, и в чем-то даже брать на себя функции светской власти. Именно поэтому в эту эпоху мы можем увидеть епископов в роли светских администраторов и судей, которые разрешают различные сугубо гражданские вопросы. Например, при Константине Великом компетенция епископских судов получает законодательное признание. Причем она появилась и раньше, но до этого к ним обращались исключительно как к третейским судьям. Теперь же епископ становится уже мировым судьей, и его решение обязательно для всех сторон точно так же, как было бы обязательное решение светского судьи. Несмотря на то, что уголовными делами епископы не занимаются, это все-таки прерогатива власти, очень часто люди для разрешения своих вопросов обращаются именно к епископу, поскольку именно его они считают более неподкупным, более честным, более независимым судьей. И вообще, если шагнуть выше, то епископ, как представитель церковного авторитета, получает и во многих случаях даже превосходит своим влиянием светских властителей. Он как бы восполняет своей деятельностью те пробелы, которые возникают вследствие слабости светской власти. Поэтому часто мы можем увидеть епископа в качестве посла-дипломата, в деле выкупа пленных, например. И даже, как это было с римским папой Львом Великим, епископ может возглавить оборону осажденного города и выступать представителем во времени приятельского нашествия. То есть, все это означает, что вот в эту эпоху, в пятом веке, церковь занимается созданием нового христианского Рима, который противостоит старому языческому Риму. Но в области церковно-государственных отношений это означает, что церковное единство смешивается с государственным. И грани между религией и политикой, которые когда-то были гораздо более отчетливы, становятся очень размытыми. И на востоке, и на западе Римской империи возникает своеобразная христианская теократия. В которой церковь объединяется с государством. Но это сразу же вызывает множество вопросов и проблематичных ситуаций, касающихся главным образом того, каким образом будут строиться церковно-государственные отношения вот в этих новых условиях. Какая будет модель этих отношений. С одной стороны, император хочет сделать свою власть центром христианского общества. Он хочет подчинить себе церковь в качестве служебного органа, который бы помогал ему осуществлять контроль над государством. Властвуя церкви, властвует государство. Но и церковь при этом хочет остаться самостоятельной. И порой она резко противится вот этим притязаниям светской власти. И вот в этой ситуации на Востоке и на Западе Римской империи рождаются две совершенно противоположные модели церковно-государственных отношений. Что касается Востока, то здесь императоры в основном придерживаются принципа, который ярче всего озвучил император Констанций перед собором епископов в Милане. Где он сказал, что я хочу, то пусть считается каноном. То есть это значит, что император заинтересован в духовном единстве своего народа, на котором будет диждиться гражданская и политическая общность. Он в этом заинтересован, но это значит, что все должны верить так, как верит он. И ни одна буква не должна в этом смысле меняться, поскольку любой догматический спор, любая ересь, любой раскол, разделение, все это представляет собой угрозу целостности государства. Раз уж государство христианское, то все должны верить одинаково. Поэтому император стремится определять само содержание христианского догмата. И он берет на себя некоторые обязанности духовной власти. Он может предписывать и диктовать догматические формулы, созвать Вселенский собор, как это делали византийские императоры в обоих первых Вселенских соборах. Он может в спорах епископов взять на себя роль судьи. Причем в спорах даже по догматическим вопросам, касающихся сущностей веры. Как это было опять-таки на первых Вселенских соборах. Все это приводит к тому, что Церковь со своей стороны делает некое обратное движение. Она стремится обратить свои вероучительные положения в принудительные юридические нормы. И таким образом возникает такое единство Церкви и государства, где светская власть в некотором смысле узурпирует функции Церкви. И этому слиянию в глобальном масштабе не могут противостоять отдельные иерархи, которые, разумеется, очень часто этому противятся. И самый яркий пример здесь дает нам Иоанн Златоуст, который, в общем, и павел жертвой этого слияния Церкви и государства. Совершенно иная картина складывается на Западе. Здесь наоборот. Светская власть ослабляется, а независимый епископат растет и усиливается. Почему так происходит? Парадоксальным образом это связано с тем, что, в отличие от Востока, на Западе христианская империя с самого начала не имела почвы под ногами. Первая причина здесь в том, что Старый Рим, то есть, собственно, Рим в первом значении этого слова, очень долгое время оставался языческим. И даже после того, как империя номинально официально стала христианской, язычники все еще наполняли сенат, они все еще заполняли практически все высшие светские магистратуры, они составляли большинство народных масс. И поэтому ни Константин Великий, ни другие христианские императоры не могли в Риме и вообще на Западе вступить в открытую борьбу с язычеством. Например, Константин, который на Востоке, и в общем нам он известен в качестве головы христианства, и на Востоке он выступал в качестве такового, являясь фактически внешним архиереем церкви, на Западе все это время он не переставал быть верховным жрецом. И если на Востоке игнорировалось язычество христианства, язычество императора, то на Западе игнорировалось его христианство. Вот это удивительное положение, что империя на Западе официально не переставала быть языческой. И мы видим, что императоры таким образом оказывались в весьма двусмысленном положении. При том, что язычники были расположены к ним, как правило, враждебно или в лучшем случае равнодушно, императоры были вынуждены опираться на христианское меньшинство. И это создавало им массу проблем, поскольку с одной стороны глухая оппозиция язычества большинства не давала им возможности бороться с язычеством резко и последовательно. Они не могли попросту предпринять каких-то резких движений, жестких указов против язычества, поскольку тем самым они бы настроили против себя большинство народов. Но с другой стороны, они не могли быть и слишком нейтральны или слишком пассивны по отношению к язычеству, потому что тем самым они бы оттолкнули от себя христиан, на которых они опирались. Вот в таком странном, двусмысленном, очень неудобном положении оказывались императоры на Западе. Это приводило к тому, что их политика в области религии была очень непоследовательной. Сложно найти какой-то единый принцип, который определял бы их движение, поскольку этого принципа никогда и не было. Им постоянно приходилось балансировать каким-то образом между двух огней. И это все, все эти обстоятельства, они обуславливали слабость императоров на Западе. Императоры на Западе были слабы. И по этой же самой причине церковь на Западе становилась сильнее. Рим оставался центром языческой оппозиции, и пребывание христианского императора в Риме становилось проблематичным. Почему? Поскольку атмосфера в Риме была явно не христианской. Языческая партия, для того, чтобы сохранять свое положение, должна была делать вид, что никакой перемены не произошло. И поэтому все остается точно так же, как оно было до принятия христианства. Императоров продолжают провозглашать божествами после их смерти. Сенат учреждает им официальные пульты. И, конечно же, христианский император, который называется христианским, он не может своим присутствием санкционировать такой порядок вещей. И вместе с тем он не может открыто против него выступить. Поэтому императоры редко показываются в Риме и живут в основном в Милане или в Равенне. То куда их влечет, помимо прочего, необходимость быть ближе к северной границе государства, который постоянно угрожает опасность варварских нападений. И императоры таким образом на Западе как бы издали сквозь пальцы смотрят на положение, которого не в состоянии уничтожить. Здесь нужно почувствовать разницу между восточным императором, который постоянно присутствует в самом сердце церковной и общественной жизни, который лично определяет те или иные вероучительные моменты, который может созвать собор своим решением санкционировать любой вопрос, и западный император, который не может делать практически ничего. Кроме того, император на Западе поглощен заботами о сохранении государства, которому постоянно что-то угрожает, то с севера, то с юга. В Галлии угрожает нападение варваров или восстание легионов. В Африке, которая, как мы знаем, была житницей империи, любое восстание будет означать прекращение поставок хлеба. И это сразу же означает голод по всей Италии, восстание народных масс. То есть императоры постоянно раздирались между вот этими политическими противоречиями. И вследствие этого вполне закономерно, что они упускали Рим из центра своего внимания. И Рим, как политический центр государства, вообще уходил из центра их влияния. Понятно, что Рим при этом оставался политическим и духовным центром западной империи, потому что иначе просто быть не могло. Другого Рима на Западе нет, кроме Рима Первого. Это совершенно очевидно. И вот здесь приобретает особое значение христианская община Рима во главе со своим епископом. Потому что они вот в этих сложных обстоятельствах оказываются тоже в очень сложном положении. Они должны противостоять язычникам, которых в Риме, как мы помним, большинство, в полном одиночестве. Государство никак не может их поддержать. И это значит, что для римской общины христиан император не значит вообще ничего. Его постоянно нет времени. Как христианин он бессилен над своими языческими подданными. Он никак не может противостоять этим языческим тенденциям. И, кроме того, он в принципе является предметом языческого культа и языческим жрецом. То есть понятно, что в глазах римских христиан император просто равен нулю. И за счет этого усиливается значение епископа. И в особенности, конечно же, значение римского епископа или римского папы. Именно здесь корни той системы папской власти, которая будет постепенно развиваться и приходить к своему усилению на протяжении всего Средневековья. В условиях одинокой борьбы с язычеством в столице ветхого языческого мира церковь привыкает к самостоятельности, к опоре на собственные силы. И здесь развивается самостоятельная и независимая духовная власть. Такой независимой духовной власти нет на Востоке. Поскольку на Востоке над большинством епископов господствует император. И он властен распоряжаться по самым различным вопросам, в том числе и вероучителям. Кроме того, римская община становится важной для христиан всей империи как центр борьбы с язычеством. По тем же самым причинам, которые мы сейчас озвучили, поскольку римские христиане самостоятельно противостоят языческому большинству. Поскольку они независимые, они свободны. Именно к ним начинают, и в частности к римскому епископу, начинают обращаться за апелляцией по тем или иным решениям. Это возникает довольно часто. Особенно, когда на Константинопольском престоле появляется, например, еретический император. И начинают диктовать какие-то еретические законы. И тогда Православная Церковь Востока в этой ситуации будут именно у Рима просить помощи и поддержки. Так возникает некая традиция римского авторитета как высшей инстанции по вероучительным и церковным вопросам. И, наконец, получается так, что слабеющий император, которого в Риме чаще всего не бывает, который идти с ним отовсюду внешними врагами, для разрешения каких-то вопросов в Риме он вынужден обращаться за поддержкой к церкви епископам. И епископ часто делает то, что государство сделает не под силу. Ну, например, выступает в роли защитников мирного населения при варварских нашествиях. Как это было, вот, самый известный пример, как это было с Папой Римским Львом Первым, который защищал, в принципе, город при нашествии Атилы Буна. И поэтому уже в конце IV века даже не Папа порой, а епископ Миланский Амбросий, которого мы упоминали, может позволять себе просто помыкать императорами и распоряжаться, что им делать, как им принимать решения. Получается, что мы имеем две совершенно различные модели церковно-государственных отношений в рамках теократии. Если на Востоке соединение государства выразилось во власти мирской, в господстве мирской власти над церковью, то на Западе, наоборот, оно привело к тому, что государство постепенно уходит в церковь, и церковь увлекается в государство. Против слабой императорской власти на Западе стоит могущественная духовная власть с универсальным влиянием и значением. Если на Востоке идея христианского Рима приводит в конечном счете к городу императора, то на Западе Новый Рим – это город апостольского престола, город Петра и Павла. На Востоке находится церковь под защитой государственной власти, на Западе церковь предоставлена самой себе. Так возникает та почва для идей новой христианской политики, которые определят парадигму средневекового мышления в Европе и найдут себе классическое выражение в творении Блаженного Агустина. Мы, конечно, не будем здесь приводить полную биографию и становление Блаженного Агустина, которая, в общем-то, нам всем известна. В контексте нашего разговора нужно сказать только то, что Августин вобрал в себя все противоречия своей переходной эпохи. Эпохи, когда один мир ветшает и рушится прямо на глазах, а другой мир создается на его развалинах. Как сказал один исследователь о книге Агустина о Граде Божием, она есть надгробное слово древнему миру и вместе с тем торжественное возвещение мира нового. То есть Агустин собирает обломки древней культуры, и вместе с тем из этих обломков он закладывает основы средневекового и даже новейшего европейского миросозерцания. Все это непосредственно выразилось и в его жизни. Он был сыном простопорочного африканского язычника и христианской святой. Напомню, что мать святого блаженного Агустина, Моника, она тоже прославлена в христианской церкви как святая. И вот до конца своей жизни Агустин оставался таким вот двойственным порождением язычества и христианства. Это была, с одной стороны, языческая образованность, греко-римская образованность, в большей степени, конечно, римская. И надо сказать, что Агустин был ярчайшим представителем как раз латинской патристики, которая брала свои основания в традициях латинского, строгого такого юридического мышления. И вместе с тем христианство, христианский эрегализм, христианская нравственность и христианская идея. Вот эти два начала в нем постоянно боролись на протяжении всей жизни, и никогда одно не могло в большей степени победить второе. Борьба этих двух начал была отражена в самой знаменитой его книге, книге «Исповедь», которая является, с одной стороны, психологическим документом о том, как происходило это становление, как из язычника, человека, ведущего порочную, безнравственную жизнь, Агустин постепенно приходит к христианству. Но вместе с тем она стала и олицетворением мирового кризиса, поскольку вот то раздвоение, которое было в личности Агустина, оно было и в обществе, и во всем мире. Даже родина Агустина, Северная Африка, являла собой тоже яркий пример такого раздвоившегося общества. С одной стороны, это порочные нравы. Младший современник Агустина, Сальвиан, оставил некоторые свидетельства и описания о нравах тамошнего общества, и он описывает Африку, как какой-то сплошной дом терпимости. По мнению Сальвиана, если африканец ведет нравственную, благочестивую жизнь, то это уже не африканец, а по улицам Карфагена вообще невозможно пройтись, чтобы не оскверниться. То есть все это дает нам достаточно красноречивое свидетельство о том, в какой атмосфере рос и воспитывался блаженный Агустин. Но вместе с тем Африка, она уже тогда была родиной величайших учителей церкви, таких как Тертулиан, таких как Киприат Карфагенский, и, наконец, сам Агустин. При этом нужно отметить, что именно творения африканских, латинских мыслителей христианской области отличаются особой строгостью, особой нравственным акцентом, неким даже ригоризмом. Здесь и Тертулиан, который осуждает театр, осуждает зрелище и пророчит смерть в адских муках всем, кто проводит свою жизнь в каких-то праздных повеселениях. Здесь и Киприан, который говорит, кому церковь не мать, тому Бог не отец, который говорит, что епископ является наместником Христа на земле и выражает в очень радикальной, резкой форме вот эти идеи о единстве и власти церковной на земле. То есть все эти мыслители, им была свойственна такая строгость, на самом деле, наверное, именно по той причине, что, наверное, именно по причине вот этих порочных и распущенных африканских нравок, которые умножались на горячую южную кровь, которую нужно было чем-то сдерживать, чем-то ограничивать. И вот Агустин на своем опыте познал эту величайшую раздвоенность в человеческой жизни, борьбу в ней двух противоположных начал. Он познал ее в самом себе. В своей молодости, как он описывает, он испытал силу злого начала, силу греха, которая властвовала над ним и которая вела его по дорогам этой распутной юношеской жизни. И затем в более зрелом возрасте он обращается к христианству, обращается сознательно, которое одно дало ему силу держаться на нравственной высоте. Но помимо личного измерения, здесь есть измерение общественное, политическое. И Агустин познал раздвоенность и общественной жизни. С одной стороны, это развратные культы, отживающие старые религии, всевозможные мистерии, всевозможные, часто очень разлузданные обряды и общественные практики. И с другой стороны, вот этот новый христианский, в чем-то аскетический порядок бытия. Все это общественной жизни Северной Африки тоже очень тесно переплеталось. И поэтому в мысли Агустина с самого начала присутствует вот такой общественно-политический аспект, который выражается даже в идее греха. Грех для Агустина это не только индивидуальное и личное понятие, это не только то, что я совершаю в своем сердце или своими поступками, но грех для него существует и общественный. Поскольку сам Агустин в молодости жил так, как это было принято везде, в том обществе, где целомудрие считалось чем-то постыдным и предусудительным. И, в общем-то, в молодости ничего дурного в своем поведении он не видел. Именно поэтому он и говорит, что грех – это понятие общественное, и в конечном счете это приводит его к одной из самых известных его теологических идей – понятие родового греха, который передается по наследству. Но вот в этой раздвоенности нашей жизни, вот в этой борьбе между духом и плотью, между законом и свободой, Агустин видит начало нашего разложения и смерти. И вся эта вражда, она есть лишь ее проявление в нашей жизни, а окончательное отрешение духа от плоти, то есть телесная смерть, это есть лишь последняя земная стадия этого мучительного процесса. Для Агустина вся наша жизнь, таким образом, есть борьба между жизнью и смертью, есть некое постепенное умирание. И неудивительно, что еще один основной нерв творчества Агустина – это поиски утраченного единства. Как в индивидуальном порядке, так и в порядке общественном. Единство достигается не самим человеком, а с помощью деятельности спасающего начала, божественного начала или благодати, которая проявляется в нашей жизни. И вновь подчеркнем, что проявляется это действие благодати не только в глубинах нашей личности, хотя и к ним одним из первых дорогу открыл Блаженно Агустин. Но все-таки мы сегодня говорим о его религиозно-политических идеях. Поэтому подчеркнем, что вот эта деятельность благодати должна как-то проявляться и во всемирной общественной организации, в способах общения людей, в способах их совместного существования. И мы видим, что получается, что уже в самых основных вопросах, тревожащих Агустина, есть политическое измерение. Но нужно задать вопрос, на чем, собственно, должно быть основано вот это человеческое единство. И можем ли мы его вообще достичь в нашей земной жизни. Вот эти вопросы Агустин разрабатывал на протяжении всей своей жизни, мыслительной деятельности. И разрабатывать ему их пришлось в практическом аспекте, поскольку больше 30 лет, с 395 года до своей смерти в 430 году, Агустин был епископом Гиппона, близ Карфагена в Северной Африке. И вот все эти вопросы об отношении греха и благодати, свободы и закона, они были для него неразрывно связаны с проблемами пастерского служения. Его учения, таким образом, постепенно складываются в полемике с различными расходническими направлениями, которые регулярно возникали вот в этом бурном африканском климате. И поэтому очень сложно сегодня взять, найти у Агустина какую-то систему, поскольку он, в общем-то, не ставился никогда к задаче, как, скажем, философ позднейшего времени, разработать какую-то досконально продуманную систему своих взглядов. Его мысль всегда была направлена на преодоление раскола, на его извлечение, на какие-то практические задачи. И поэтому, в общем-то, так выходит, что наиболее полное выражение система взглядов Агустина находит уже в последних его трудах. В частности, как раз в книге о Граде Божьем, которая посвящена уже, которая адресуется уже не просто раскольникам, а язычникам, которые отрицают висиастов как таковое. Его взгляды, таким образом, развертываются постепенно, плавно, в различных аспектах. И вот одна из первых полемических работ Агустина была направлена против донатистов, которые были весьма распространены в африканской епархии. Кто такие донатисты? Это раскольническое такое движение, которое утверждало, что церковь, как нравственный союз, может состоять только из непорочных членов. На этом основании они не хотели признавать тех святителей, которые пали во время последних гонений на христиан. Они считали, что нужно их заново крестить, что нужно заново их обучать с самого начала христианской жизни, и относились к ним как к язычникам. И на этом отношении они откололись от церкви Рима, которая более снисходительно смотрела на этих людей и, так скажем, предоставляла им какой-то новый шанс. Себя донатисты считали единственными представителями нравственной чистоты церкви. Они выделялись из остальных верующих и образовывали некую особую общину, и которая формировала какое-то свое собственное учение. Здесь нужно сказать, что в проблеме донатизма была еще и политическая подоплека, поскольку часто донатисты представляли интересы североафриканских национальных элит, которые всегда находили для себя выгоду в том, чтобы разобщиться с Римом, для того, чтобы отделиться от него. Поскольку в Северной Африке, как и многим другим окраин и провинциям, было свойственно вот это ситоатистское центробежное устремление. Так вот, Августин опровергал вот это учение донатистов и доказывал, что церковный союз основан не на личных свойствах, составляющих его людей, а на неких высших божественных началах, на евангельском законе и на рукоположении святых. Он утверждал, что человеческое начало само по себе, оно ничтожно, оно подвержено греху. Все люди грешны, и поэтому спасаются они единственной заслугой Христа и принадлежностью к церкви, как к телу Христова. И очень интересен этот спор в политическом отношении, потому что в нем очень обстоятельно разбирается вопрос о свободе совести и о том, как к свободе совести относится государственная власть. Когда церковь в Римской империи сделалась господствующей, сами епископы или церковные властители нередко поблуждали императоров к преследованию язычников и еретиков. Однако при этом вмешательство светской власти в дела веры на Западе это не было систематичным. Это происходило скорее точечно и от случая к случаю. И поэтому гонимые или язычники, или еретики часто они взывали к этому аргументу от свободы совести. Его можно встретить уже у некоторых отцов церкви, например, у Златоусты, который говорит, что христианам не дозволено уничтожать заблуждения, принуждениям и силам. Они могут вести людей к спасению единственным убеждением, разумом и любовью. То есть чаще всего преследование еретиков не считалось подобающим христианской церкви. Но вот Августин, в споре с донатистами, развивает такую теорию преследования еретиков, которая станет господствовать уже в средние века. И, конечно, донатисты возражали, они настаивали на том, что вера не подлежит принуждению. Они ссылались на пример самого Христа, который никого не преследовал и не предавал никого светской власти. Донатист действовал убеждением, а не силой. Он говорил, что никто не может ко мне прийти, кого не призовет отец. Он учил не наносить насилие, а скорее терпеть его или как-то его переосмысливать. И, наконец, говорили донатисты, что сам Бог создал человека по своему образу и подобию. Он дал ему свободную волю. И таким образом люди, которые преследуют еретиков, преследуют инакомыслящих, они хотят отнять у ближних тот самый лучший дар, который им дал Бог. Таким образом, они, защищая Бога, на самом деле оскорбляют его. И Августин, он первое время сам был приверженцем свободы совести, но в конечном счете его глубокое исследование природы человека привело его к той мысли, что человек, в общем, на самом деле не так уж и хорош. Епархия Августина была наполнена донатистами, гонение превратило их в ревностных приверженцев церкви. И тогда Августин стал требовать преследования расходников. И в конечном счете, вот в этом споре, он старался все новыми и новыми аргументами подтвердить это свое мнение. Он признавал действительно, что вера, в конечном счете, вопрос свободного выбора, но при этом он утверждал, что человек все-таки так устроен, что требует определенных средств для приготовления к вере и для воспитания к вере. Конечно, здесь тоже лучше действовать убеждением, говорит Августин, но не все способны его воспринимать. Часто бывает так, что человек вообще не хочет понимать никаким доводом. Поэтому некоторых нужно приучать к долгу, страхам и наказаниям. И сам Бог, говорит Августин, воспитывает людей с помощью страданий. И отцы учат своих детей с помощью наказания. То есть часто любовь проявляется в строгости, и удары друзей бывают полезнее, нежели листивые поцелуи врагов. И поэтому принуждение, по мнению Августина, это не какое-то зло, чинимое по отношению к человеку. Это скорее спасительное, но горькое лекарство. Если мы видим врага, говорит Августин, бегущего к пропасти в припадке безумия, не следует ли скорее удержать его силой, нежели допустить его упасть и погибнуть? Конечно, не все способны этим воспользоваться. Есть люди, которые упорствуют до конца, не сдаются, несмотря ни на что. Но, говорит, задает Августин вопрос, должны ли мы их предоставить, их участи, только потому, что существуют некоторые неизлечимые. Вот такая апология, можно сказать, притеснением еретиков, звучит от Августина, на нее донатисты возражали, что между светской властью и духовной нет ничего общего. Что светские властители не имеют права заниматься церковными делами, а церковные, соответственно, брать на себя функции власть, силу и мощь светских властителей. Августин и на это находил ответ. Он говорил, что каждый служит Богу на своем месте и сообразен со своим призванием. Но все-таки при этом задачей каждого, будь то светского, будь то церковного властителя, является служение Богу, теми средствами, которые у него есть в распоряжении. И часто правители делают то, чего не в силах делать частные люди. Поэтому они считают себя в праве, например, запрещать идолослужение. Никто их за это не осуждает. И поэтому и Августин не видит ничего дурного в применении светской силы на решение церковных задач. Вот это те принципы, которые впоследствии определят во многом жизнь в Средневековье, когда светские властители совместно с церковными будут решать общие задачи, например, в крестовых походах или в инквизиционных процессах. Конечно, Августин говорит, что внутреннего зла человека таким способом не исправишь. И само по себе светское наказание, оно внутри человека ничего не изменит. Но достаточно хотя бы и того, что оно уничтожит его внешнее проявление. Поскольку грех, по Августину, и зло, это не просто то, что в сердце человека лениться, но и то, что существует в обществе, существует в человеческих отношениях. Наконец, Августин говорит, что государство наказывает преступления, убийства, другие пороки. Неужели же, говорит он, должны оставаться безнаказанными, то есть только преступления против Бога? Конечно, Августин, здесь сразу возникает такая мысль о том, что Августин таким образом обосновывал теократию. И что он обосновывал владычество церкви над светской властью. То есть, в конечном счете, тот идеал, к которому стремились римские папы уже в более высоком средневековье. На самом деле, Августин не хотел подчинять им церковь, то он видел скорее в них орудия церковной власти. По мнению Августина, князья должны служить церковному закону, они должны искоренять врагов Христа и отступников, или же принуждать их присоединиться к церкви. То есть, тем самым, он отстаивал независимость церковного союза, но при этом, получается, что он наносил некий удар по внутренней свободе человека. поскольку то самое место, где обитает свобода человека, где можно, в конечном счете, ее найти, это совесть, это личное отношение человека к Богу. И именно вот в этом месте настигает ее Августин. И он говорит, что человек, он еще не совершеннолетний, он подлежит педагогическим каким-то воздействиям, наказанию, исправлению или поощрению. И, конечно, все это во имя любви, все это во имя блага, но такая любовь не оставляет человеку ничего своего, поскольку она способна пробраться в самые сокровенные тайники его сердца. И мы видим, что Августин не очень высоко ценит человеческую свободу, и скоро это проявится в другом значимом для Августина споре, в споре с пеллогианцами, с пеллогианами. Именно в этом споре отрицание Августином свободы дойдет до, в общем, полного разработанного учения. Нужно сказать несколько слов о том, что такое пеллогианство и что они отстаивали. Это такое направление христианской мысли, которое впоследствии было осуждено как ересь, оно получило свое название по имени монаха кельтского происхождения Пелагия. Пелагий был монахом кельтского происхождения, который прибыл в Рим в конце IV века, и после того, как Рим был разграблен Вестготами под предводительством Алариха, отправился в Африку и затем в Палестину. Пелагий считал спасение человека результатом его собственного нравственного аскетического усилия. Он отстаивал таким образом свободу воли. Пелагий говорил, что человек сам по себе хорош, что у него есть свобода воли, она самостоятельна, и он может собственными усилиями выстроить себе такой образ жизни, который в конечном счете приведет его к Богу. Августин это отрицал, и он говорил, что спасение в конечном счете есть действия Божьей благодати. И от усилий самого человека здесь мало что зависит. Конечно, человек может постараться исправиться, стать в чем-то лучше, где-то над собой чуть вознестись, но вот это последнее действие по вытягиванию человека из бездны греха совершает в конечном итоге сам Бог. И поэтому свободу выбора, которую признавали Пелагиане, Августин отрицал. Он говорил, что поступки человека они в конечном счете не так уж свободны. А человеку всегда руководят какие-то побуждения. Часто его влекут в свои чувства, которые могут иметь дурную направленность. И если в человеке эти злые наклонности достаточно сильны, чтобы уравновешивать влечение к добру, то это предполагает уже испорченную природу, которая уклонилась от, естественно, закона. Это значит, что такой человек будет поступать во всех возможных ситуациях, будет поступать по направлению козлу, и, конечно, он не спасется. Истинная свобода, по мнению Августина, это нравственная свобода. Это не просто возможность поступать так, как хочется, а это добровольное исполнение закона и, таким образом, единение с Богом. Человек действует свободно, как разумное существо, не тогда, когда он совершает свободный выбор, не тогда, когда он покоряется своим влечением, своих чувств и находится, таким образом, в рабстве у греха. А истинная свобода проявляется тогда, когда человек добровольно исполняет закон. Но поскольку естество человека искажено первородным грехом, то собственных его сил недостаточно для того, чтобы исполнять закон и для того, чтобы сохранять постоянное единство с Богом. Здесь нужно действие благодати. И поэтому выходит в конечном итоге, что свобода в человеке Августина допускается только для того, чтобы ее осудить. Это, так скажем, индивидуально-личностные аспекты того учения Августина, которое впоследствии развернется уже сферу политического. И в полной мере политическое учение Августина развернется на фоне грандиозной катастрофы, которая произойдет в Риме в 410 году. На город, который до того считался вечным, так что даже христиане называли его Рома Этерна, нападают в Вестготы под предводительством Алариха. И город подвергается многодневному разграблению. Бесчисленные пожары, обесчищенные женщины, даже сенаторы многие не смогли избежать смерти, изгнание богатых людей, многие семьи полностью истреблены, дома разграблены, ценности увезены барбарами. Словом, весь древний государственный политический центр западного мира разрушен. И все это вызывает в римском обществе очень противоречивые и пораженческие настроения. Неуверенность в завтрашнем дне. Получается, что если даже Рим, древняя столица, в конечном итоге пала, то что же в этом случае можно считать надежным? Как вам вообще могло такое случиться? Объяснения того, как могла произойти эта катастрофа, выдвигались различные. И мы можем здесь выделить три основных аргумента. Первое объяснение – это ответ старого языческого Рима. То есть того самого, который представлял собой языческий эстеплишмент, сенаторов, светских магистратов и, в общем-то, мнение языческого большинства. Эти люди говорили, что вот это разграбление Рима – это месть римских богов. То есть в упадке римского государства повинны никто иные, как христиане. Христиане взяли и политико-религиозную идею Римской империи, империум романом, и выхолостили ее. Они оставили ее пустой. Они отвергли культ императора, подорвали этим авторитет государства, законы и армии. Они изгнали римских богов и заменили культ императора культом Христа. То есть таким образом христиане, по мнению язычников, отдали государство под покровительство Петра, Павла, апостолов и других мучеников. Но эти новые покровители, они уже не представляли собой политической силы. Они были слабыми. Они не могли никого защитить, не могли противостоять убийству, разграблению, изгнанию и уничтожению. Какой был ответ язычников? Второе объяснение – это ответ нового христианского Рима, который звучал преимущественно с востока, со стороны Византии. И ответ этот говорил, что римская катастрофа – это наказание Божие. Старый Рим в лице своего наместника в Иерусалиме, понтия Пилата, позволил распять Мессию и подверг кровавым преследованиям его учеников. И даже став христианским, как мы говорили, до конца своего этот рим терпел в своих стенах язычества. И поэтому получается, что на смену Старому Риму постепенно пришел новый, Второй Рим, который, разумеется, есть Константинополь. И конец верного Рима – это лишь заслуженная расплата за его потерпевшую фиаско политику и ложную веру. Третье объяснение дает, собственно, блаженный Августин, который здесь в равной степени далек, как от Первой, так и от Второй версии. Он был африканцем и латинянином, поэтому Августин, в общем-то, свои мысли полностью игнорировал существование Второго Рима. И идея Константинополя, как Второго Рима, была ему, до конца была ему чуждой. Он никогда, в общем-то, не воздавал должного и христианской империи как целого. И идея христианской империи, под властью императора, тоже была ему чужда. Поэтому на этот вопрос он отвечает чрезвычайно подробно в своем последнем многотомном труде о Граде Божьем. Или же более правильный перевод этого труда, который по латыни называется «De civitas Dei», более правильный перевод будет звучать как «О божественном государстве». И вот в этом труде Августин говорит, что даже старые боги Рима не могли уберечь его от голода, эпидемий и войн. Достаточно здесь вспомнить хотя бы кунические войны, разрушительные, или внутриримские гражданские войны первого века до нашей эры, которые тоже повлекли за собой большие бедствия для народа и для государства. И получается, что боги Рима оказались в его истории не так уж и сильны, говорит Августин. Более того, сами римляне, будучи язычниками, порой проявляли настолько жестокое поведение, что поведение христиан-германцев, которые на них попали, можно считать скорее воздержанным. Да и вообще всю историю Рима, и Августин, в общем, предпринимает эту попытку, можно представить с самого начала как длинную цепь насилия и бедствий. И стартовой точкой здесь является братоубийство Ромула Мрема, с которого и начинается римская история. То есть Августин проводит очень рискованную операцию, он проводит демифологизацию истории Рима. Она таким образом лишается своего былого величия. И на основе римских же авторов Августин доказывает, что римское государство не соответствует собственному идеалу. Где он берет этот идеал? Этот идеал выражен Цицероновс в работе «Де Република». И там он говорит, что цель государства это сохранение мира на основе определенного порядка, построенного на принципах справедливости. И вот Августин показывает, что римское государство в ходе своей истории никогда, в общем-то, этому идеалу не соответствовало. Но помимо этого, Августин проводит и демифологизацию старых богов. Он говорит, что и сами по себе боги, они не просто бессильны, они вообще не существуют. Они противоречат друг другу. А они порой, если верить свидетельствам тех или иных авторов, они ведут себя просто глупо, бессмысленно. И сфера компетенции тех или иных богов назначена людьми совершенно произвольно. И Августин приходит к выводу, что возвышение Рима это заслуга не богов, а скорее добродетели, хотя и весьма своеобразные, древних римлян. И вот проведя такую демифологизацию истории Рима и его религии, Августин обращается к христианам, поскольку вот этот аргумент о том, что катастрофа римская – это наказание Божие, звучавшее из затеи, этот аргумент ему тоже казался необоснованным. Он считал, что христиане в своей полемике с язычниками слишком часто неверно понимали божественную защиту и использовали это понятие в целях, в общем, пропаганды. Августин говорит, что Бог, которого веруют христиане, никогда не обещал гарантировать людям всевозможные блага и счастья в этом мире, для того, чтобы их уберечь от какого-то внешнего несчастья или вторжения. И тот, кто рассчитывает на такую помощь от Бога, он, в общем, не может называть себя христианином и ничего не понимает в смысле жизни, поскольку этот смысл, по мнению Августина, познает только тот, кто всем своим сердцем покорился Богу и на своем жизненном пути может не победить страдания, не преодолеть его силой или мечом, а стойко его перенести. Ну а избавление от страдания и свободы принесет только конец жизни и конец человеческой истории, то есть тогда, когда наступит вечный мир. Ну а до тех пор страдания призваны облагораживать человека, пробуждать в нем желание искать Бога не для земных благ, не для мира, порядка, стабильности, а ради него самого, ради самого Бога. И вот здесь мы выходим к основной мысли сочинения о граде Божьем или о божественном государстве и, в общем-то, важнейшей религиозно-политической истории особской идеи Агустина, она заключается в том, что вся история человечества представляет собой развитие двух противоположных обществ или государств, которые существуют вместе друг с другом. Земного града греховного, в котором царствует дьявол, и божественного, повинующегося Богу. В чем лежит источник этой противоположности? Он лежит в искаженной природе человека и в том самом раздвоении, о котором мы говорили в начале лекции. То есть само по себе естество, всякая вещь, оно хорошо, поскольку Бог сотворил только добро. Грех противен природе, поэтому вредит ей. Но откуда же тогда взялось зло в мире? Откуда оно взялось в человеческом истории? По мнению Агустина, зло взялось как раз из свободы человека, который отвернулся от Бога и сам себе стал средоточен. Зло – это нарушение установленного Богом порядка и закона, который охраняет этот порядок. Ну а источник зла – это гордость самопревознесения личности. И поэтому человек, вместо того, чтобы повиноваться божественному закону и таким образом жить в единении с Богом, он захотел сам быть Богом, захотел сам себе быть законным. Поэтому зло для Агустина – это не что-то положительное. Во многих учениях того времени, например, в манихействе, которому Агустина сам принадлежал какое-то время, считалось, что зло является собой некую отдельную субстанцию, которая пребывает в вечной борьбе с добром. По мнению же Агустина, зло – это просто отсутствие добра. Она не существует сама по себе. Это просто один большой знак-минус. И происходит оно с того, что сам человек сотворен из ничего. Но в конечном счете само зло должно служить добру. И над ним тоже должно проявляться торжество высшего закона. И вот на основе этих идей в последних книгах о Граде Божием апология Агустина превращается в широкомасштабное толкование человеческой истории. И, в общем-то, можно сказать, что о Граде Божием – это первый в христианские истории особский труд, где предстает перед нами целая теология истории. Вся человеческая история предстает как борьба между земным Градом, государством этого мира или мирским сообществом, с одной стороны, и с другой стороны Градом Божиим, государством Бога или Божественным сообществом. И в этом великом противостоянии земного государства и государства Божественного и заключается та самая таинственная основа истории и, конечно, ее смысл, которая одновременно является историей борьбы святого и несвятого. Вот на основе этой борьбы Агустин описывает подробно истоки и начала истории, ее движение через семь эпох и, наконец, ее завершение и цель. По мнению Агустина, происхождение двух этих сообществ относится к самому в начало времен, когда падение возгордившихся ангелов привело к тому, что наряду с государством Божиим возникло второе государство дьявола. И тогда же возникла необходимость в том, чтобы восполнить эту брешь, которая появилась после того, как пали ангелы. И восполнить нужно было ее за счет избранных представителей человеческого рода до тех пор, пока не будет восстановлено прежнее число граждан Божественного сообщества. Но Адам, то есть первый человек, который принадлежал одновременно и к Божественному, и к мирскому государству, он своим первым грехом повторил грех падших ангелов. И поэтому среди людей возникло земное мирское государство как полная противоположность государству Божественному. И первыми представителями этих государств были, с одной стороны, праведник Ави, а с другой стороны, брат-убийца Каин, который, как мы помним, был вместе с тем и градостроителем. Затем, соответственно, проходят вот эти два государства через все этапы человеческой истории. С одной стороны, Израиль, с другой стороны, языческие народы. С одной стороны, город Бога Иерусалим, с другой стороны, город дьявола Вавилон. И, наконец, на последнем этапе истории это Рим, как новый Вавилон, и католическая церковь, которая является воплощением града Божия на земле. Чем же вот эти град Божий, град земной отличаются друг от друга по сути, принципиально? У них различный господин и управитель. У первого это Бог, у второго различные языческие божества или демоны. У них различные граждане. В первом это избранные праведники, которые исповедуют Бога. Во втором, отверженные почитатели богов, еретики, язычники и себялюбцы. У них разная позиция. У первого, ради Божиим, это опирающаяся на смирение и любовь к Богу, которая доводится до презрения к себе. У второго основанная на гордыне и любовь к себе, которая доводится до презрения к Богу. И получается, что мировая история, вот в этой концепции Агустина, разделена на шесть периодов, при этом шесть эпох уже сменились. Наступает, по мнению Агустина, последняя эпоха, поскольку в Иисусе Христе Господин Градо Божий явился в мир в телесном виде. И началась последняя эпоха, конца времен, по завершении которой состоится страшный суд. Ну а в вечной жизни будет вечный мир, который составляет настоящую цель человека. При этом Агустин допускает, что те, кто жаждет мира в вечности, должны искать его и во временной жизни. И, исходя из этих взглядов, из этих концепций, Агустин определяет по-новому задачу государства, в соотношении его с церковной властью. По мнению Агустина, гражданский мир охраняется земным государством, но и божественное государство, оно может пользоваться им, пока оно на земле. Поэтому, по возможности, оно ищет согласие обоих обществ для того, чтобы не нарушать мир, не нарушать порядок, подчиняется земным законам, которые необходимы для земной жизни. Но, поскольку земное государство всегда может создать себе своих богов, поскольку оно является в конечном итоге государством дьявола, то вот в этом деле, в деле веры, божественное государство не может повиноваться мирскому государству. И поэтому оно не может и не должно терпеть никакие нападки, если не в состоянии их отвратить. И таким образом, божественное государство или град Божий пользуется земным градом, насколько это совместно с верой. Ну а настоящей его целью является встреча с Богом в будущей жизни, к которой оно относит все свои земные действия. Здесь нужно сказать, конечно, вот подводя итог всей этой концепции Августина, прежде всего нужно сказать, что Августин не ставил себе задачу детально описать историю человеческого рода. Понятно, что его концепция очень сильно мифологизирована, и современному человеку, наверное, вообще сложно читать серьезно, воспринимать серьезно все эти построения. Но мы не должны воспринимать эту концепцию как исторический труд. Здесь речь идет, прежде всего, о философии истории и о теологии истории. И Августин стал первым, наверное, из тех, кто увидел человеческой истории глобальной и смог описать и аргументировать какой-то смысл. Если Грекоримский мир, старый мир, понимал историю как скорее какое-то вечное круговращение, в котором нету никакой конечной цели, то после Августина в европейскую мысль приходит христианское понимание истории как некоего вектора, который в конечном счете куда-то приводит, приводит к какому-то смыслу. И любое человеческое действие, будь то личное или общественное, или какое-то государственное решение, оно тоже вот в этом векторе находит в себе место. Оно всегда направлено либо в одну, либо в другую сторону. Оно соответствует вот этому развертыванию исторического процесса, который описал блаженный Августин. Что же касается политической идеи Августина, мы можем спросить, являлся ли он все-таки идеологом теократии или нет. Являлся безусловно, но всего лишь одного из ее образцов. Он являлся идеологом той теократии, которая найдет в себе выражение затем в действиях римских пап в эпоху войны с императором, когда они будут претендовать на светскую власть и именно в наследии блаженного Августина будут они находить для себя аргументы. Поскольку это именно тот случай, когда светская власть, по их мнению, не может претендовать на какие-то отдельные прерогативы власти церковной. Она не может себе позволять то, что она себе позволяла. И поэтому в таких условиях церковная власть она в общем-то восстает против этого мира. И это мы будем наблюдать на протяжении всего средневековья. И конечно Августин не был идеологом восточного варианта теократии, когда наоборот светская власть имеет право распоряжаться внутри церкви, имеет право определять какие-то вероучительные положения, догматику. То есть, разумеется, вот такой вариант теократии для Августина был бы совершенно неприемлем, что выразилось и в отторжении им идеи Второго Рима как Константинополя и отторжение возможности влиять светской власти на церковные дела. Идеи Августина стали идеями будущего, поскольку уже в пятом веке он смог в своих работах выразить то, что будет определять потом жизнь и развитие западной европейской цивилизации на много веков вперед. Сегодня, конечно, во многом они вам во многом кажутся радикальными, во многом они вам кажутся может быть устаревшими, резкими очень, но тем не менее вот даже и сегодня мы можем увидеть в них очень много современных проблем и очень много актуальных для нашего дня мыслей. Это и вопрос о том, как соотносится мораль и политика, каким образом соотносится наша глубина нашей личности, жизнь, которая происходит внутри нас, в нашем сердце и то, что происходит в обществе и в государстве. Все эти вопросы были затронуты, рассмотрены блаженным августем. На этом сегодня закончим спасибо.